Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы разберём утечку по GTA 6. В частности, поговорим о значимости этого слива. Обсудим вероятную новую версию PlayStation 5, и про историю с PSVR тоже будем говорить. Но эколонаучная история тоже будет, на этот раз про теплокровность. Усаживайтесь поудобнее, и погнали! Первым делом давайте обсудим слив по GTA 6. Все вы, думаю, про него знаете, в сеть утекло около часа различных фрагментов игры. Предположительно, слили все те же хакеры, что до этого взламывали Uber, Microsoft и Samsung. И основное, что сейчас обсуждает народ в сети, это различные аспекты графики игры, анимации, физику и реалистичность. Все-все-все вот это. Давайте сходу скажу важную вещь. Графика и все сопряженные с ней моменты — это вот как раз то, что обсуждать, конечно, интересно, но на текущем этапе бессмысленно. То, что мы увидели, это просто фрагменты игровых механик, при этом минимум за два года до релиза. Если что, издатель сейчас выпиливает из интернета все утекшие видео со скоростью звука, поэтому иллюстрировать все приходит с кадрами из GTA 5. Иначе ролик не проживет и часом. Но если что, в сети полно архивов, которые можно скачать и посмотреть, что же там такого интересного слили. Сразу скажу, можете спокойно это делать, ничего особенного вы там не увидите. Сюжетных спойлеров можно сказать, что нет, вот кроме места действия и персонажей. А теперь возвращаемся к вопросу, почему обсуждать графику из утечки бессмысленно. Я в своей жизни видел не то, чтобы прям много различных версий игр на стадии разработки, но где-то, наверное, десятка три наберется. Речь не о роликах на ютубе, а прям о живых тестах. И это почти всегда выглядит совсем не так, как в финальной версии игры. Более того, я видел один экшен примерно за полгода до релиза, и выглядел он, ну, почти как черт знает что. Потому что анимации разработчики допиливали отдельно, а в сборке были варианты годичной давности. И за два месяца до релиза, как только разрабы прикрутили актуальные анимации, игра не просто вот преобразилась, а из версии там, господи, что это за ужас, стало играться как, о-о-о, типа крутой проект. А всего-то добавили нормальные анимации. Или вот вам другой пример. Когда в 20-м году я ездил в офис автора в Atomic Heart и проходил там довольно большой кусок игры, разработчики были против записи моего геймплея. И было полностью понятно почему. Потому что там было еще много мелких шероховатостей, постоянно приходилось вызывать различные менюхи движка, что-то настраивать, иногда подгружать конкретных противников, чтобы показать, как работает какое-то новое оружие, потому что вот это новое оружие уже сделали, хотя и не финально. Но не отбалансировали его с врагами на конкретной локации. Да, даже просто анимации импакта, того вот как враги реагируют на попадания, авторы не хотели показывать в том виде, в котором я их видел. И в тот же день, когда я играл, мне показали анимации импакта, в которые были уже почти полностью готовы, но которые еще не добавили в версию, в которую можно было играть. И там действительно была небо и земля. В версии, которую проходил я, там неплохие, но немножечко нечеткие реакции на попадания. А в новой версии прям детальная реакция тел противника на любое соприкосновение. В новой версии прямо дырки можно было простреливать в противниках, и их тела это во всех мелочах отрабатывали. И когда у тебя уже есть такое, а в билде, в который можно играть, еще нет, естественно, не хочется демонстрировать старую версию, хотя она тоже вроде бы нормальна. Так что вот та графика, которую мы увидели в сливе GTA 6, с большой вероятностью будет иметь крайне мало общего с тем, что будет в финальной версии игры. К сожалению, многие игроки, которые разработкой не интересуются, этого момента, ну как бы не то, что не понимают, а просто об этом не задумываются. И понятно, почему Take-Two и Rockstar сейчас всеми силами выпиливают ролики из интернета. Они банально не хотят, чтобы огромная армия фанатов GTA думала, что игра в итоге будет выглядеть именно вот так. Но вот этот момент, он полностью поправим. Более того, он в чем-то даже на руку разработчикам. Когда они представят уже официальный геймплей, и графика там будет, естественно, выглядеть в разы лучше, все, кто видел графику из нынешнего слива, скажут, ооо, вот это они поработали, вот это молодцы. В общем, на контрасте все будет выглядеть очень хорошо. Так что можно было бы даже заподозрить, что это был контролируемый слив, потому что такие штуки некоторые раза бы иногда проворачивают. Почему же тогда Rockstar сейчас так волнуется? А дело тут в четырех основных вещах. Момент первый — это сюжетные утечки. Их любой разработчик игры с сюжетом боится куда больше, чем сливов технических геймплейных моментов. Потому что если будет слита вся завязка, ее придется переделывать. В случае с GTA 6 ничего критичного пока вроде бы не слили, но уже понятно, что в игре будет минимум два персонажа — мужчина и женщина. Правит, как бы и раньше были сливы, но только на словах, и было непонятно, насколько это правда. А теперь уже точно потому, что мы это прямо увидели. Аналогично про место действия. И поскольку хакер утверждает, что у него в распоряжении есть исходный код и билд, велика вероятность, что и многие другие сюжетные моменты ему тоже доступны. Просто он их пока не обнародовал. И вот это действительно может нанести серьезный удар по игре. Дальше двигаемся. Момент второй. Это в целом вопрос безопасности и контроля над работой внутри компании. Сейчас Rockstar придется переопачивать всю систему, чтобы ничего похожего не произошло в будущем. А это неминуемые задержки в разработке, более жесткие правила для сотрудников, мощный контроль за аутсорс-командами. В общем, это серьезное время и деньги. Третий момент — отношения инвесторов. Никто не любит, когда у того, кому ты даешь деньги, крадут что-то серьезное. Это может сказаться на привлечении будущих инвестиций. Ну, то есть это тупо удар по репутации. И этот факт уже состоялся. С ним ничего не сделаешь. Акции компании на фоне новостей об утечке просели разом на 2,5%. Это потери около 500 миллионов долларов. Скорее всего, что-то отыграется обратно, но пока вот так. И, наконец, четвертый момент. Он, пожалуй, самый важный. Если в руках хакеров действительно оказался код игры, это невероятно увеличивает риск скоростного взлома уже после релиза. А с учетом того, что у хакеров оказался, судя по всему, еще и актуальный код GTA 5 и GTA Online, это еще и мощные сиюминутные проблемы. Сейчас Rockstar кинет кучу сил на расследования, на затыкание дыр, на ловлю воров. И можно почти не сомневаться, что на рабочей атмосфере в компании это тоже очень сильно скажется. Это плюс уже к тем слухам, что там и так в последнее время все не слава богу. Ну, а в целом сама ситуация вот настолько шумнула просто потому, что это GTA 6. Как бы сюжет не слит, для разработчиков главные проблемы это безопасность и утечка исходного кода, а вовсе вот не те ролики, которые гуляют по сети. Хотя их, конечно, тоже продолжат выпиливать. А самое важное, возможно, еще впереди. Если слива продолжится и, скажем, там через несколько дней обнародуют весь сюжет GTA 6, вот тогда можно будет говорить, что релиз игры запросто могут отложить на полгодика, а то и на год от запланированной даты, которую, напомню, пока не озвучивали. И вот это будет уже неприятно. Ну и для тех, кому лень смотреть часовой ворох микророликов из GTA 6, просто озвучу, что интересного оттуда-таки можно выудить. Про двух персонажей уже сказал, парня зовут Джейсон, девушка Люсия. Переключение между ними происходит примерно как в GTA 5. Место действия Vice City засветилась расширенная диалоговая система, примерно как в RDR 2. Засветилась механика перетаскивания тел, как в RDR 2. Есть связывание противников. Это вообще в целом вопрос о том, что Rockstar заимствует механики из Red Dead Redemption. Мы с вами об этом уже говорили еще до выхода самой RDR 2. Собственно, все это подтверждается. Хотя это и так было очевидно. Дальше. Судя по всему, можно будет ползать и двигаться на карачках. Показали фрагменты метро. Засветилась механика высверливания замков. Кастомизация интерьера автомобилей. Пешеходов можно будет использовать как живой щит. Ну и как бы из основного, в общем-то, все. Как видите, никаких таких долгоиграющих выводов из слива сделать нельзя. Так что пишите, что думаете. Насколько вот катастрофическая, с вашей точки зрения, ситуация именно на текущий момент. Вот прям ужас-ужас, как про это многие пишут. Или, ну, просто немножечко тех анимаций посливали. Про перспективы развития утечки не спрашиваю. Тут уже нужно смотреть, что будет дальше. Но если есть какие-то свои мысли, то тоже делитесь. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня игровое кресло Thunder X3 TC5. Это тайваньский бренд. Он производит очень много различной компьютерной мебели. Конкретно это кресло я тестировал долгое, почти два месяца. Так что могу рассказать про него во всех деталях. Кресло с остальным основанием. Вся сборка очень качественная, без вот всяких люфтов, заусенцев, непробитых швов и прочих недоработок, которые иногда встречаются у других кресла. Наполнитель пены высокой плотности. Она чуть-чуть пружинит, чтобы сидеть было удобно, но при этом в нее не проваливаешься глубоко. Это важно для правильной посадки. Спинка с системой Flow Touch. На ней можно полностью откинуться на 180 градусов. Регулировка плавная, то есть можно задать нужный угол наклона. Причем откидывается и спинка, и дополнительно наклоняется спинка вместе с сидением. Обивка с системой Air Touch перфорированная. Я успел посидеть на кресле, когда еще стояла жара. Два раза полностью вырубал кондей, открывал окна и несколько часов работал при высокой температуре в комнате. В кресле не потеешь. Еще один важнейший для меня момент. У сидений есть поддерживающие боковые элементы, но при этом сама сидушка широкая, и саппорты не мешают закидывать ногу на ногу, или класть одну ногу на кресло и садиться на нее. Я не люблю кресла, где так сделать нельзя, а здесь никаких проблем нет. Подлокотники регулируются по высоте и по горизонтальному повороту. Есть две мягкие подушки, под поясницу и под голову. Газлив четвертого класса рассчитан на нагрузку до 125 килограммов. На заводе кресла проходят многочасовые стресс-тесты. Плюс есть большой выбор цветовых сочетаний. Ну и само кресло выглядит красиво, не расфуфырено, но с небольшими такими стильными элементами. В общем, мне кресло очень понравилось, спокойно его рекомендую. По ссылочке в описании можно узнать больше деталей, а по промокоду MACAR закупиться креслом со скидкой в 15%. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Sony устроила фанатам VR прям такой настоящий сюрпризик. Он, правда, был достаточно предсказуем, но только для тех, кто следил за всеми новостями и за интервью о PSVR 2. Но от этого все как бы не менее грустно. В чем соль? Во многих интервью компании уже не раз задавали прямой вопрос, будет или не будет у PSVR 2 обратная совместимость с первой PSVR. И каждый раз они не давали никакого прямого ответа. Отделывались историями в духе, там, мы делаем все, чтобы добиться максимально высокого игрового опыта для пользователей. Когда вот так отвечают, это прям верный намек на то, что то, о чем спрашивают, делать не собираются. Собственно, так и оказалось. Теперь уже совершенно официально игры с PSVR в исходном виде не будут запускаться на PSVR 2. Об этом заявил вице-президент платформенного подразделения Sony Хидаки Нисино. При этом он пояснил, с чем это связано. С тем, что PSVR 2 создавалась для настоящих next-gen VR игр, что у него есть крутые функции там вроде контроллеров с тактильной отдачей, есть адаптивные курки и встроенные камеры отслеживания взгляда. А еще 3D-звук и HDR. А значит, подход к разработке игр должен быть совсем другим. Но при этом же было отмечено, что портирование старых игр будет не таким уж сложным, так что разработчики могут оперативно это сделать. В общем, совместимости не будет, потому что архитектура не позволяет, но если что, разработчики могут спокойно сделать порты. В общем, довольно странная история. Даже среди разработчиков нет однозначного мнения. В Твиттере можно найти и сообщения от девелоперов, которые пишут, что да, именно архитектура действительно, скорее всего, не позволила Sony сделать обратную совместимость. Но есть и мнение, что Sony просто не захотела заморачиваться и даже специально решила дать девелоперам шанс заработать на своих старых играх по второму разу, потому что многие из них продались недостаточным тиражом. И это, кстати, важный момент. Вот как именно поступят авторы игр, да и сама Sony со своими старыми VR-проектами. Выпустят они апдейты бесплатно или таки будут просить за них деньги? Подозреваю, что все будут поступать по-разному. Кто-то выпустит просто апдейт совместимости и отдаст его бесплатно, а кто-то навернёт там всяких небольших плюшек, назовёт всё это PSVR 2 Edition и будет заново продавать. Опять же, кто-то наверняка по небольшой цене, а кто-то по фулл прайсу. На текущий момент несколько игровых аналитиков уже написали, что, по их данным, разработчики уже более ста игр для PSVR адаптируют их под PSVR 2. И среди них менее десяти команд планируют брать деньги за адаптацию. Это вот как раз игры, куда будет добавлен новый контент. В общем, посмотрим, как будут обстоять дела в итоге, но ситуация всё-таки весьма неприятная. Крутых VR-игр и так мало, а когда часть из них будет обрублена на PSVR 2 за счёт отсутствия обратной совместимости, это совсем грусть. И раз уж начали разговор про Sony и PlayStation, давайте добьём ещё одной довольно странной новостью. Пока это не официальная информация, а лишь инсайт, но зато от Тома Хендерсона. Источники у него обычно весьма надёжные, и он чаще выдаёт достоверную информацию, чем, так скажем, попадает пальцем в небо. Итак, о чём речь? По данным Хендерсона, до сентября 2024 года Sony собирается выпустить новую ревизию PlayStation 5. И основной её особенностью будет внезапно съёмный дисковод. Причём вроде бы он будет подключаться к новой ревизии консоли проводом через Type-C на задней панели, но при этом сам дисковод можно будет закрепить либо на корпусе, либо даже внутри консоли в специальном слоте. И звучит всё это вроде бы довольно фантастично, однако логика на самом деле в этом есть, ну и, скажем так, она почти железная. По тем же слухам, Sony собирается продавать новую консоль в двух вариантах — с дисководом и без. Ну и сам дисковод тоже можно будет купить отдельно. И это решает сразу несколько задач. Во-первых, именно дисковод — один из самых часто выходящих из строя составляющих PlayStation 5. В сети, если что, есть рассказы работников сервисных центров, как часто к ним приходят с этой проблемой. Если дисковод будет съёмным, то можно снизить стоимость замены. В сервисных центрах просто будут выдавать новый привод вместо сломанного. Второй момент. Если дисковод будет подключаться по проводу, то его, вероятно, сделают совместимым с Digital Edition, то есть PS5 Digital Edition. И это позволит игрокам, которые купили цифровую версию консоли, при необходимости докупать дисковод и делать консоль уже дисковой. А зная, какие цены Sony обычно ставит на свои сопутствующие девайсы, компания на этом ещё и неплохо заработает. Потому что производство Blu-ray приводов недорогое, а продавать их можно заметно дороже. Но есть ещё третий момент. Если привод будет таки крепиться снаружи консоли, то это позволит выделить больше места в самой консоли под систему охлаждения. Или заметно уменьшить её размеры и круто это пропиарить. То есть создать ревизию консоли, которую действительно можешь будет прям эффективно рекламировать, при том, что ничего нового в ней при этом не будет. А это для производителей железа зачастую важнее, чем реальные серьёзные улучшения в их гаджетах. В общем, звучит в целом странновато и диковато, но с позиции логики очень даже возможный вариант. Но держим в голове, что это пока только слух. Но, если он правдивый, то в ближайший год информация про новую консоль всплывёт ещё не раз. Так что давайте вместе следить. А теперь почти традиционная околонаучная история. В одном из прошлых роликов мы говорили с вами про ядовитых млекопитающих и птиц. Потому что в сознании большинства людей они ядовитыми не бывают. Но на деле очень даже бывают. А теперь давайте чуть-чуть расскажу про теплокровность. Потому что тут ровно такая же история, только как бы шиворот на выворот. В сознании большинства теплокровные или гомеотермные животные — это исключительно птицы и млекопитающие. А вот амфибии, рептилии и рыбы — и исключительно холоднокровные. Или по-научному пайкилотермные. С млекопитающими и птицами, собственно, всё плюс-минус понятно. Они действительно сплошь и рядом теплокровные. Хотя вот если начать вдаваться в детали, то даже тут всё не так однозначно. Потому что если взять определение теплокровности как умение поддерживать постоянную температуру тела выше окружающей среды на строго определенном уровне, то уже не все млеки и пташки окажутся стопроцентно теплокровными. Какие-нибудь микроскопические калибрии, хочешь не хочешь, а вынуждены снижать температуру тела ночью во время сна. Им просто из-за их размеров и скорости теплопотери не хватит накопленной за день энергии, чтобы поддерживать достаточно высокую температуру. Днём во время активности температура тела у них, как и у большинства птиц, где-то в районе 40 градусов, обычно даже чуть выше. И, кстати, если не знали, птицы в каком-то смысле более теплокровные, чем мы, млекопитающие. У большинства млеков нормальная температура тела где-то в районе 35-37 градусов, максимум 39, а у птиц на 2-3 градуса выше. У некоторых воробьинообразных, ну то есть, например, у наших с вами привычных домашних воробьёв, температура тела в полёте вообще переваливает за 45 градусов. И ничего с ними не происходит, потому что в их теле нет белков, которые бы коагулировали при подобных температурах. А у нас с вами есть, поэтому у нас уже при 40 градусах начинается бобо и ай-яй-яй. Так вот, температура тела у калибри днём в районе где-то 40-42 градусов. А ночью они впадают в оцепенение, и у самых мелких видов температура может упасть до 5 градусов по Цельсию. Разумеется, если температура окружающей среды находится где-то на этом же уровне. И это на самом деле совершенно невероятно. У теплокровного животного суточный разброс температуры тела более 30 или даже 35 градусов. Среди млекопитающих похожие истории тоже встречаются. Различные мелкие грызуны и насекомоядные тоже ночью могут охлаждаться на 10-15 градусов и прекрасно себя при этом чувствуют. Но всё-таки внутренняя грелка и у калибри, и у мелких млекопитающих достаточно мощная, чтобы при отрицательных внешних температурах они всегда поддерживали внутреннюю температуру в плюсовой зоне. Если уровня обмена им на это не хватает, они просто гибнут. И можно очень долго говорить, за счёт чего вообще достигается теплокровность. В школе любят объяснять её появлением у птиц и у млекопитающих полностью разделённых кругов кровообращения. И что якобы только это и дало возможность стать теплокровными. На деле всё совсем не так просто. Полное разделение кругов кровообращения — это лишь одна из важнейших составляющих. На деле значение имеет ещё множество обменных процессов. А чтобы понять, что вот разделённые круги кровообращения не имеют 100% значимости, у нас есть теплокровные рептилии и внезапно теплокровные рыбы. Про рептилии все плюс-минус слышали, что там динозавры, например, вроде бы были теплокровными. Но тут до сих пор учёные на 100%, насколько понимаю, не уверены. И чаще говорят об инерционной теплокровности, когда животинки набирали тепло за день, а за ночь просто не успевали остыть из-за своего размера. Но в природе сейчас существует как минимум один вид теплокровных рептилий. Это тегу. Если не видели, это такие милейшие, здоровенные ящерицы. Правда, теплокровные они, скажем так, сезонно. Только во время размножения. Зато в этот период температура их тела в среднем выше температуры окружающей среды сразу на 10 градусов. Плюс считается, что в момент высиживания яиц теплокровными становятся самки некоторых видов удалов. Но там вопрос немножечко спорный. Там, точнее, температура тела как бы действительно становится выше. Но удавы в прямом смысле включают тремор некоторых своих мышц. И за счёт этого сжигают кучу энергии. Очень быстро в эти моменты худеют. Но температуру кладки действительно поддерживают на высоком уровне. Но самое интересное, это то, что существуют теплокровные рыбы. Точнее, одна единственная теплокровная рыба. Краснопёрый опах. И тут речь прямо вот о настоящей постоянной теплокровности. Какая бы ни была температура окружающей воды, и какой бы ни была активность самой рыбы, температура её тела постоянно держится на 4-5 градусов выше температуры воды. Рыболовы часто пишут, что когда вытаскивают опаха и начинают его тут же разделывать, то очень хорошо чувствуется, что он заметно теплее воды. Ну и, кстати, есть ещё некоторые рыбы, которые умеют делать точно так же, но не со всем телом. А только с некоторыми группами мышц хвоста, и это позволяет им быстрее плавать. И, соответственно, либо быстрее улепётывать от врагов, либо, наоборот, эффективно догонять добычу. Особенно часто эта штука встречается у тунцов. Такие дела. И рептилии, и рыбки тоже иногда умудряются быть теплокровными. А вот среди амфибий внезапно ничего похожего нет. Теперь вы знаете чуть-чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, как уже говорил, слив по GTA 6. Насколько он показался вам значимым, вот без учёта рисков дальнейших утечек. И второй момент. Что думаете про возможную новую ревизию PlayStation 5 с внешним дисковым приводом? Возможно, это, на ваш взгляд, вариант или ерунда на постном масле? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами. Через бусти по ссылочке в описании, или просто лайком под этим видео, если оно вам понравилось. Ещё раз спасибо, и до встречи в следующем ролике, который уже скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok